Здравствуйте! Трудно ли сегодня быть фермером? Возможно ли развитие сельского хозяйства без господдержки? И какая форма фермерского предпринимательства перспективна у нас на севере? Думаю, на эти вопросы ответит в программе «Такие дела» Николай Склипкович, предприниматель, директор Дома журналистов Архангельска. Дело в том, что на днях из поездки в Скандинавию вернулась группа делового клуба Архангельского Дома журналистов. В течение девяти дней архангельские предприниматели объезжали животноводческие семейные фермерские хозяйства Финляндии, Швеции и Норвегии. Ну что ж, здравствуйте, Николай Владимирович! Здравствуйте! Но прежде чем вы ответите на все вот вышезаданные вопросы, у меня к вам первый. Почему же Дом журналистов Архангельска занялся вот этой темой? Сельским хозяйством? Дело в том, что очень мало информации о том, как нужно вести фермерское хозяйство и что такое фермерское хозяйство. Потому что выявилась такая картина, что наши представления о фермерстве и зарубежное, они очень сильно отличаются. Особенно у нас в Архангельской области. Не только в Архангельской, по всей России, я скажу одно и то. Вот у нас фермер – это подсобное хозяйство. У них фермер – это то, что у нас принято считать колхозом. По производительности и по объему производства продукции. То есть вы и были уверены, и убедились, наверное, после поездки, что развивать фермерское предпринимательство в Архангельской области – это перспективно и выгодно. Я всегда был в этом уверен. Просто нужно развивать то дело, которое отведено природой. То есть если природа сегодня нам выделила определенные климатические условия, то, соответственно, их нужно соблюдать. Ну давайте, с чего все началось? В Деловом клубе при Доме журналистов создан деловой клуб, который объединяет инициативных людей, неравнодушных, всех, кому родная наша Архангельская область. – Так, вы начали писать проекты, да? – Мы пишем постоянно проекты социальные на разные темы, значит. Но этот год, вообще-то год устойчивого развития сельских территорий в России. А ООН объявила его годом семейного фермерства. 2014 год, то есть ну как не воспользоваться такой ситуацией, не написать проект на эту тему. И к большому нашему удивлению МСУ поддержала проект «Школьная ферма». Изначально он задумывался как информационно-обучающий, но когда посмотрели первые результаты, мы поняли, что мы можем очень многое изменить и сделать хорошее предложение для развития сельского хозяйства в Архангельске. – Да, давайте подробно тогда, что такое «Школьная ферма», что это? Дети там работали? Почему «Школьная»? – Мы специально сделали такое название, оно стало несколько интригующим, завязывающим. И первый, когда человек начинает спрашивать, что такое «Школьная ферма», он входит в диалог, и дальше мы начинаем уже все объяснять. – Ну вот, давайте поговорим. – Вот конкретно над названием мы долго дискутировали, ничуть не меньше, как над самим проектом. Дело в том, что нам нужно показать на каком-то примере, как должно работать фермерское хозяйство. Что такое фермерство? – А что такое фермерство? – По-нашему, это подсобное хозяйство. По европейским стандартам, например, мы взяли за прототип Северную Норвегию за полярным кругом, еще более суровые климатические условия. Это семейные, то есть муж, жена, дети. – Семья. – Да, семья, которая ведет сельское хозяйство. Но производительность при этом у них раз в 30, а то и больше. – Чем совхоза или колхоза? – Да, чем у нас в Архангельской области. – Ну, давайте дальше к проекту вернемся. Итак, вы определились с понятием, что такое ферма, и назвали проект «школьная ферма». – Да, потому что мы считаем, для начала нужно провести обучение. – Те, кто хочет именно вкладывать силы, деньги именно в этот проект. – Да. Значит, тот, кто хочет вкладывать деньги, он должен видеть воочию, что это такое. Тот, кто хочет вкладывать деньги, он должен видеть всю экономику этого бизнеса. А тот, кто хочет работать в этом, принимать живое участие, то есть он должен научиться так работать и так вести это хозяйство. – Ну, конкретные примеры. – Ну, вот по итогам работы проекта, значит, у нас первая договоренность с норвежскими партнерами о том, что у нас уезжают специализированно учиться люди. Значит, вот мы провели конкурс, у нас по итогам отбора, суровый отбор был, значит, на три года уезжает уже Костя Журавлев учиться, он вернется как управленец через три года к нам, значит, работать. Ну, я думаю, к этому времени уже будет создано определенное. – Так, то есть есть один человек, уже управленцы нашли, да? – Да, то есть он будет учиться, да. – А работников тоже сделали отбор, то есть семья Лида и Илья Шемякина. – Из Архангельска? – Да, из Архангельской области, выросли из деревни, то есть они… – То есть они решили вот серьезно заняться, да? – Стать фермерами, да, то есть также вот как… – Семейную ферму организовать. – Да, семейную ферму организовать, то есть не нашу такую вот в нашем понятии, а в норвежском. – Ну, вы их обучили по своим понятиям или вы как-то какой-то опыт? – Они сейчас учат языки. – Ах, вот, как это обязательно. – То есть надо учить английский, обязательно надо учить норвежский, потому что если учиться там, то есть, ну, один из языков обязательно нужно знать, без языка, ну, что ты выучишь? То есть все премудрости нужно знать. – Система вот создания норвежских ферм, то есть она предусматривает так, то есть человек получает первичное, ну, общее образование о сельском хозяйстве, и он непосредственно принимает участие в строительстве самой фермы. – То есть с первого этапа, то есть с закладки фундамента до, как говорится… – Сколько они будут учиться в Норвегии, вот эта семейная пара? – Ну, шесть месяцев, фермеру надо как минимум шесть месяцев семейной паре, а вот специалисту три года. – Значит, они сюда вернутся и будут с нуля, буквально вот на голой земле, строить свою ферму семейную? Должны, по крайней мере? – Ну, предусматривается именно так, то есть, но они не будут одни, то есть у них будет полное сопровождение и наших специалистов, и норвежских, потому что первый объект, там я уже сообща как-нибудь построю, уверен в этом. – Да. Вы еще руководитель такого интересного проекта, как «Северные ягоды». Два года назад на уровне правительства очень серьезно заговорили о промышленном производстве нашей «Северной ягоды», и вот вы уверены, что это тоже очень перспективный проект, да? Почему? – Ну, в 2012 году Америка празднула 200-летие культивирования вот той же клюквы, да? То есть 200 лет выращивают ее в культуре. У них более 200 сортов разных видов клюквы, то есть они из нее делают от изюма до морса, и соус для рождественской индейки тоже делают из клюквы. – То есть вы так по-хорошему позавидовали и решили, а почему не мы? – А мы пробовали, то есть у нас горячие головы даже в 1995 году пытались механизировать уборку клюквы, то есть закачать воду на болото, чтобы она всплыла, и ее собрать, но, в общем, не знали технологии, понимали, что предварительно болото нужно построить так, чтобы на него можно было закачать воду. Вот. Тогда попытка оказалась неудачной, и вот в 2012 году мне даже предприниматель Витков из Шанкурска сказал, а эти боны до сих пор лежат на бывшем колхозе Ленина угорода. – Да вы что? – Да, то есть только брезент спрел, а пенопласт остался. Попытки эти всегда были, то есть, конечно, все считали экономику, увидели, как это происходит в Америке, в Канаде, в Чили, в Белоруссии механизированно убирают, значит, почему нельзя сделать у нас. Не было возможностей, не было, в общем-то, технологического подхода. А вот когда стали делать проект торфяновой разработкой месторождения Дикой в Холмогорском районе, то есть, там нашли определенный участок болота, где озеро выше кромки болота на 7 метров. – Так. – И первое, что пришло в голову, здесь не нужно стоять ни одной насосной станции, строить. – Все есть в природе. – Да, природа создала, каскад, то есть, практически фонтаны можно создавать, и за это не надо тратить ни копейки денег, потому что одно дело построить насосную станцию, потом ее же надо охранять зимой в лесу. То есть, это огромная затрата, здесь ничего не нужно. Поэтому, просчитав экономику, мы пришли к выводу, что у нас себестоимость производства клюквы будет в два раза дешевле, чем у нас ближайших конкурентов за рубежом. – Но это только проект, или вы же уже начали некий эксперимент? – Нет. Как только мы узнали о этих возможностях, мы связались с селекционерами, то есть, какую будем выращивать, то есть, мы закупили технологию, мы получили биоматериал, и вот позапрошлом году мы привезли сюда 3,5 тысячи саженцев, 7 сортов клюквы. – То есть, это в Холмогорском районе? – В Холмогорске, в Приморском и в двух питомниках. – А можно посмотреть это так вот, да? – Ну, 25-го будем питомник закладывать, ориентировочно 24-25 мая. – То есть, вот уже буквально, да? – Да, ну, это уже питомник, потому что сейчас-то мы провели испытания, то есть, мы посмотрели, как она перезимует. Из Костромы на тысячу километров севернее таки перевезли ее. Ничего не заболело, и причем в тот же год все саженцы дали первый урожай. – А почему из Костромы-то? – А она единственная, кто в России занимается вот селекцией. Когда Советский Союз развалился, энтузиасты собрали все формы вот исследования со всего Советского Союза и привезли к себе. То есть, это на чистом энтузиазме много лет держали, и ближайшая станция в Беларуси занималась клюквой. Но у них сегодня механизированный в Барке более 100 гектар. А в Костроме тоже есть плантация клюквы, но у них нет воды, нет возможности подать воду, они собирают ее вручную. У них тоже более 100 гектар клюквенных полей. – А у нас, где она, в общем, растет в большом количестве, мы этим не занимаемся? – Ну, не занимались ряд объективных причин. Во-первых, в 95-м году не было интернета, где прочитать. – Не было знаний элементарных. – Знаний элементарных не было, потому что из всех знаний у нас был только гимн клюкви, который заканчивался в последний куплет, звучал приблизительно так. «Пусть вопят буржуазные злюки и жуют свой гнилой ананас, никогда по количеству клюквы не обгонит Америка нас». – Да, действительно так. То есть мы пели эту песенку, ансамбль «Ладушки», мы скачали любимый мотив у нас. Но не знали мы, как можно производить, но теперь мы знаем все детали, все тонкости выращивания. И получается, что наши болота не более перспективны, чем Кострома, потому что наш торф кислее и суровее. – Наши болота в дело пустить хоть, да. – Ну, чем менее плодородная почва, тем меньше на ней сорняков. А сорняки – это главный враг клюквы. То есть если вот этот стол красивый представить, что это вот поле, да, и здесь не растет трава, клюква будет растет, потому что ей нужна кислотность, и все, и вода кислая. Наши болота все кислые почвы. – Да, саженцы прижились. Дальше какие шаги? – Нет, ну вот мы провели испытания, мы поняли, что они у нас будут расти, они не заболели, они все выжили. Теперь нам нужно создать питомник и вырастить 5 миллионов саженцев, потому что первая плантация, то есть рассчитана в объеме 100 гектар, и вот на 100 гектар нам нужно вырастить 5 миллионов саженцев, которые будут высажены туда. – Такие земли есть 100 гектар? – Так, болота у нас взяты, потому что на аукционе взят торфяное месторождение 160 квадратных километров. – 100 гектар, там точка на карте. – Хорошо. Ну что же, к этому проекту, наверное, мы еще вернемся, да, и там, наверное, не только клюква у вас в перспективе, другие северные ягоды, да? – Да, но это надо массу денег, потому что проводить исследования научные за свой счет довольно-таки дорогой в науке. – А вот сейчас мы именно поговорим с того, с чего мы начали, это о поездке вашей Скандинавии, и там о проектах «Школьная ферма» и «Северные ягоды» вы рассказывали своим норвежским коллегам, да? Вот что они про это думают? Они считают, что это перспективно у вас, что у вас все получится? – Ну, в Финляндии, например, ягоду выращивают в лесах, но ихние леса вот с ягодами, они как наши вот ягодники, то есть там все чисто, все почищено, и вопросов нет. А как выращивают, например, бруснику и голубику под механизированную уборку, значит, у нас масса фотографий, то есть как это делают в Германии, как это делают в республиках Прибалтики, это механизация. Голубику собирает, вот нашу топеную, значит, обыкновенный комбайн, похожий на газонокосилку, он собирает 100 килограмм в час. При такой механизации, значит, можете сами считать, прибыльное это занятие или нет. Все близлежащие территории, вокруг любой деревни, они все кислые, бедные почвы, то есть там все это будет расти. Но две ситуации, либо зайти в лес, расчистить лес, чтобы там можно было как-то работать, вот как это сделано в Финляндии, или же заново посадить. Заново посадить можно, но ждать надо 6-8 лет. А мы ждать не очень любим. Все-таки в Скандинавии вы вот в этих странах посещали мясомолочные фермы. У нас была целевая поездка, во-первых, нас поддержал Баринс-секретариат. Мы получили небольшой грант, равно как и поддержку бизнес-структур архалинских, значит, и мы поехали с целью снять видеофильм о фермерах, которые живут за полярным кругом. Да что вас поразило там? Ну, я был вам последний раз 15 лет. Когда мы ехали туда, мы ориентировались приехать это посмотреть, они сказали извини, но мы уже это демонтируем, то есть стиль жизни поменялся. То есть это неинтересно? Мы уже идем вперед. Да, то есть я говорю, так подождите, как так? Такая производительность и такая, ну, меняется стиль жизни. Вот фермер считает, что это уже тяжелый труд одевать молочный аппарат на корову, то есть вручную. Это должен делать автомат. У нас есть эти роботы, тоже уже внедряются, значит, но пока КПД нет вот этих роботов. То есть затраты на доярок и на роботы одинаковые в России. Ну, вот вы посмотрели несколько ферм, какой опыт переняли? Что вы считаете, что можно внедрить у нас в Архангельской области именно? Ну, во-первых, в Архангельской области, равно как и по всей России, вот я повторяюсь, нет типового проекта фермерского хозяйства. То есть надо говорить не о коровнике, А вообще это возможно, да, типовой проект? То есть универсальный такой проект, да? Универсальный, да, то есть базовый, где, например, вот семья, это, в общем-то, два-четыре человека. Вот. Ну, как правило, два человека не бывает, там папа, мама, теща, там кто там. То есть типовой проект можно внедрить в Архангельской области, можно внедрить в Норвегии, это все будет, но ведь у них-то все другое, у них инфраструктура, технологии, даже уход за животное, вот видите, как автоматизировано все. Ну, вся ситуация в том, что вот 15 лет назад мне журналисты в Норвегии задали вопрос. Ваши фермеры там, или селяне могут так работать? Да, конечно, могут еще больше и лучше, они обиделись. Ну, я продолжил, я сказал, мы управлять так не сможем. И заработал много аплодисментов, и много людей на меня здесь обиделось, из чиновников, то есть как ты можешь так сказать? Я говорю, действительно так. Все кроется в системе управления. То есть как работает система управления сельским хозяйством в Норвегии, и как работает у нас. А что, какие основные постулаты, принципы, подходы? Кооперация. То есть все фермеры идет самоуправление. У них кооператив, вернее, союз фермеров, который насчитывает 64 тысячи членов. Они сами управляются, они вырабатывают все решения по взаимодействию, передают это властям, органам власти. Ну, я бы так сказал, очень продвинутый социализм. И очень жесткий, с жесткими требованиями, и у них уже идет ограничение. То есть они борются за право производить молоко, то есть у них квота на производство. Слишком много? А им не нужно лишнее. Лишнее молоко – это перепроизводство, это падение. Мы вот с картошкой в 2000 году это переживали. Перепроизводство – это всегда падение цены. Падение цены – это упущенная прибыль. А сейчас вы постараетесь ответить на те вопросы, которые я вам задавала в самом начале разговора. Трудно ли все-таки сегодня быть фермером? Значит, вот все фермеры, которые сегодня работают, ну, это каторжный труд. Никто не хочет, дети не хотят идти по стопам родителей, то есть это вечная проблема. Очень низкая зарплата, очень высок, очень трудоемкий этот процесс. Но если смотреть вот по показателям, как это в Норвегии, значит, одна корова дает, в среднем на корову более 10 тонн молока. На корову. А на одного работника, не важно, нанятый это работник или член семьи, то есть производительность более 100 тонн молока. То есть, если вот эту производительность и вот эти надои, значит, перевести на наши цены, наши затраты, любой уже предприниматель может сосчитать выгоден этот бизнес или нет. Но приведу еще одну цифру. Вот деловой клуб поддерживает проекты, где на одного работающего в сельской местности доход должен составлять более 1 миллиона в год. То есть, это его зарплата. Когда я об этом сказал автору проектов Ниджаду Ждровичу, он координатор проектов между Норвегией и Россией, он немножко обиделся и сказал, значит, на моих проектах нельзя зарабатывать 1 миллион, то есть, это очень низко, это непродуктивно, то есть, в России должно быть минимум 2 миллиона. Причем, они считают как, вот у нас кредит на строительство фермы, у нас налоги, вот это мы все высчитали, затрат мы все высчитали, и вот нам остается, значит, у них в среднем получается 450 тысяч норвежских кром на себя любимого каждого тратят. Ну, пересчитывать в рубли здесь нет принципа, значит, но мы так вот все-таки посидели, посмотрели, знаем бизнес не понаслышке, то есть, полтора-два миллиона, то есть, это зарплата фермера, это его доход, который можно потратить на себя. заманчиво, заманчиво, Николай Владимирович. Ну, заманчивости здесь мало, значит, мы отступаем по кредитованию, значит, в Норвегии, в общем, тоже есть проблемы, как доказать и обеспечить, получить кредит, значит, но кредит они берут, как мы ипотеку, значит, на 20-25, а то и на 30 лет. У нас с этим проблема, конечно. У нас это проблема, у нас кредиты больше 10 лет тебя не пропускают, значит, на 10 лет рассчитать бизнес, то есть, уже фермер изначально должен сказать, ах, то есть, уже не миллион, уже там 300 тысяч на себя хорошего или чем-то еще надо подрабатывать. То есть, если вот фермерство, строительство семейной фермы, значит, в банковской структуре будут рассматривать как ипотеку, тогда вообще вопросов не возникает, потому что взять, если проценты, когда сельхоз предпринимателям, значит, три четверти ставки рефинансирования компенсирует, в общем-то, мы в процентной ставке с Норвегией, мы выровнялись. Вообще, надо этот вопрос решать. Ну, есть вопросы, и, конечно, главный вопрос это земли, земли и взаимоотношений, то есть, как будут воспринимать, потому что, если вот был колхоз, он распался, люди все злые, то есть, у нас масса примеров этому есть, да, то есть, и вдруг где-то, значит, такой вот маленькая Норвегия, раз построили ферму, миллион зарабатывает, так это ж просто жаба задушит. задушит. А возможно ли развитие сельского хозяйства без господдержки? Как считаете? Во-первых, фермер, если будет работать, закон для всех одинаковый, то есть, здесь господдержка будет. Если развивать ягоды, ну, да, то есть, ну, вот по ягодам, скажу честно, то есть, даже кода квада не существует, то есть, производства лесных ягод, то есть, сбор дикоросов в лесу есть, то есть, а само производство пока нету, то есть, оно относится к прочим. Но я думаю, это временно, то есть, если это будет развиваться. Но ягоды, вот как показала практика, все расчеты, то есть, с учетом, что никого нету в конкуренции, значит, вот там экономические показатели, они зашкаливают, они зашкаливают, просто зашкаливают. Даже страшно говорить. Вот здесь именно у северных ягод, вы считаете, перспектива. А там все, там создано, там есть сейчас директоры, оно все работает само по себе. Сейчас все рванут заниматься именно этой сферой. Нет, вы знаете, вот только на торфяном месторождении дикое, то есть, объем инвестирования может быть, вот на одном участке до 3 миллиардов рублей, то есть, строй, вот это первые 100 гектар, почему сказали 100 гектар, дорогу надо тащить 3 километра, как минимум 10 миллионов, вот его разбросали на каждый метр квадратный. А что дает вам лично вот работа на земле близко с природой? Ну, близко с природой, это как-то не так сказать, значит, близко с идеей, с хорошей. Потому что, вот я считаю, вот все ахают, ой, как деревню спасти, вот что там, как там, вот разговоров уже всем надоело. Конкретно решение, дайте готовое решение, я как предприниматель просто говорю, дайте людям заработать в деревне, или покажите, что это можно сделать, они все остальное и построят, и мосточки, и детские площадки, и дорогу сам подсыпят. Ну, если они будут зарабатывать на этой территории, но сегодня они скажут, как мы можем построить эту ферму, кто-то должен организовать их между собой, сплотить. Какая структура? Все кивают сразу на Министерство сельского хозяйства. Ну, вопрос, оно не обязано это формировать? У них своих функций есть пересчитать дотации, там, отчетности, то есть, их там сокращают постоянно, то есть, они не могут этим заниматься, объединяющие силы, как таковой, оказывается, ее нету. Эту нишу заняло общественники. Все должно снизу все-таки идти, да? Ну, во-первых, это вся инициатива. Очень сильно сегодня активно работают ТОСовцы. ТОСовцы почему? Потому что там неравнодушные граждане, они ищут пути выживания. Да, да, да. И вот их предложение говорит, вот у нас там в деревне, то есть, летних домиков, там, чуть ли не 30, мы приезжаем на лето, и вот, если бы ферма тут стояла, земли в окрестностях много, мы бы тут все могли бы и на ферму скинуться. Ну, по сути, да, если 30 человек по миллиону сбросились, то есть, отгрохали суперкоровник, суперферму, и приезжают туда, и готовые продукции, и все есть, то есть, вот одна из инициатив, которая пришла от ТОСа. Спасибо. В студии был Николай Склипкович, директор дома журналистов Архангельска, автор фермерских проектов «Школьная ферма» и «Северные ягоды». Я приведу цитату ученого в области точного земледелия Вячеслава Якушева. Сегодня мы можем говорить, что человечество недостаточно обеспечено продовольствием. Ежегодно в мире голодают около миллиарда человек. В то же время на планете вполне хватает ресурсов для обеспечения абсолютно всех людей достаточным количеством продуктов. Другое дело, кто и как эти ресурсы использует. Вот такие дела. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова